Граждане, которые не были предрасположены к криминалитету, то сейчас, когда идут массовые сокращения на предприятиях, заработной платы явно не хватает для проживания, то даже такие граждане иногда становятся на предсовершение преступления. По сравнению с прошлым годом количество разбойных нападений и квартирных краж возросло примерно на 5%, говорит Александр Гринчук. А за последние месяцы популярными стали кредитно-финансовые учреждения. Именно эти заведения попадают в поле зрения желающих завладеть чужим имуществом. Преступники наглым образом заходят в учреждение банков, предъявляют предметы, похожие на оружие, либо взрывчатые вещества типа гранаты и требуют выдачи денег. С целью предотвратить подобные преступления, рассказывает Александр Гринчук, управление Государственной службы охраны обратилось с письмами ко всем таким учреждениям области. Специалисты встретились с руководителями банков, провели занятия с персоналом, рассказали, как нужно действовать в подобных ситуациях. Показательным примером послужил случай в Бердянске. Целью преступника оказалось заведение с игровыми автоматами. И там не обошлось без жертв, рассказал Александр Гринчук. Преступник зашел, ударил дважды ножом в спину охранника, подошел, тем же ножом угрожая кассиру, потребовал открыть сей, взобрал довольно крупную сумму денег, там порядка 10 тысяч гривен, и скрылся. Но по горячим следам преступника все же удалось задержать. Наряды государственной службы охраны выезжают сразу, как только сработает установленная ими сигнализация, отмечает Александр Гринчук. Поэтому чаще всего успевают предотвратить преступления. Так в течение года было задержано около 350 преступников, и работы в госохране хватает. Только сегодня, в первой половине дня, уже было зафиксировано 15 попыток квартирных краж.